Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире туристический гид и я, Олеся Швыченко. И как всегда по традиции, со мной в студии человек, который знает о вашем отдыхе абсолютно все, Наталья Поликарпова. Здравствуйте, Наташ! Добрый день, Олеся! И сегодня мы отправимся в небольшое путешествие к берегам солнечной Испании. Наташ, расскажите, пожалуйста, как проще и откуда лучше поехать в Испанию, какие основные туроператоры и есть ли вылеты из Волгограда? Ну, проще, конечно же, если мы вещаем все-таки на Волгоградском деловом телевидении, да, то будем говорить о Волгограде, потому что удобно. И вылет из Волгограда в Испанию есть и с апреля месяца, и с мая месяца, да, то есть уже активно будут летать. Программа полета начинается 19 мая у туроператора Пегас с вылетами в Барселону. Каждые на 8 ночей 9 дней. Также вылеты будут осуществляться и с Астрахани. Тоже будет туроператор Пегас летать тоже на 8 ночей. И с июня месяца, с начала июня, туроператор Натали Турс тоже открывает полетную программу из Волгограда. Они будут летать на 10 ночей и на 21 ночи. Если Пегас представляет только вылет в Барселону, да, с выбором отеля либо в Барселоне, либо на побережье, то есть пляжный отдых, то Натали Турс представляет еще и экскурсионную программу. То есть на 10 ночей можно комбинировать экскурсии плюс отдых. То есть 7 ночей экскурсии и 3 ночи отдых. Наташа, а сколько по времени длится полет и что по поводу визы, а также самые такие комфортные для отдыха месяцы? Полет длится недолго, 4 часа всего-навсего. Виза Шенген, то есть, значит, заранее, да, то есть испанцы хорошо дают визу Шенгенскую открывают, ну, в 98% открывают, ну, полгода всем. Вот, то есть съездив в Испанию, да, туристы будут иметь возможность посетить потом уже еще какую-нибудь страну, в которую входит Шенгенский союз, уже как бы не делая заранее визу. Вылеты все осуществляются в Барселону. Курорты, если мы говорим о вылетах в Барселону, да, и то курорты там, основные Коста-Дорадо региона, да, и Коста-Браво. Это побережье все Средиземноморское, то есть Средиземное море прогревается, если брать Коста-Браво, прогревается очень долго. Поэтому, если брать Коста-Браво, то, наверное, комфортно было бы купаться уже во второй половине июня, да, рассматривать. Коста-Дорадо – это регион, который, курорты которого закрыты от ветров, да, такие бухты, там чуть-чуть потеплее. И комфортно, наверное, до сентября включительно, потому что октябрь все-таки, я боюсь, что уже бывает прохладно. Вот, такие месяцы, как апрель, май, октябрь, очень комфортны для экскурсионных туров. Наташа, на каких курортах предлагается отдых с вылетами из Волгограда и вообще особенность отдыха в Испании, особенность пляжей? Ну, Испания вся большая, и все-таки мы будем говорить конкретно, правильно, да, то есть из Волгограда мы летим в Барселону. Барселону как курорт можно рассматривать для туристов, которые хотят все-таки посмотреть страну, да, предлагается отель непосредственно в Барселоне. Можно остановиться там и сочетать экскурсионную программу, да, наслаждаться красотами города. Пляж тоже имеет место быть. Шопинг, ну, вот и развлечения. Если же рассматривать регионы, именно, которые пользуются большим спросом, да, именно как курорты, регионы Коста-Браво и Коста-Дорадо, то Коста-Браво очень живописный, да, то есть это регион, который граничит с Францией. Очень живописный регион, но скалистый берег, вот, и вход не очень плавный, да, то есть иногда бывает с детишками там неудобно, ну, не во всех регионах. Коста-Браво включает в себя такие курорты, как Ларет-де-Мар, ну, особенно выделяется, да, Ларет-де-Мар. Это тусовочный город, очень активный, который не спит ни днем, ни ночью. Очень, наверное, рекомендовала бы молодежи, семьям с детьми и, как бы, людям в возрасте, да, которые хотят покоя и тишины ни в коем случае, мне понравится. Потому что, на самом деле, ты, в общем-то, выходишь, когда в 5 часов даже утра на какую-нибудь раннюю экскурсию, да, такое ощущение, что у нас, в общем-то, День Победы и набережная Волгограда, то есть народ только проснулся. Также курорт Бланас. Бланас можно рассматривать, действительно, уже для отдыха с детьми, потому что спокойный такой райончик, вот, с песчаным входом хорошим и близость ботанического сада, в общем-то, привлекает. Коста-Дорадо. Коста-Дорадо, как я и сказала, уже, да, более теплее, ну, и менее живописно может быть на природу. Вот, но очень любима Коста-Дорадо и курорта Коста-Дорадо туристами, которые едут с детьми, потому что именно в этом регионе находится знаменитый парк Авентура. Там выделяются Коста-Дорадо такие основные курорты, как Салоу. Салоу как раз-таки очень активный курорт с очень хорошей такой инфраструктурой, с ночной жизнью, дискотеками, барами, ресторанами, но поспокойнее, чем Ларадо-Домар в Коста-Браве. И самые близкие к Порту-Авентуре очень-очень удобно. Что касается еще пляжей, пляжи все муниципальные. Отельная база на любой вкус, на любой кошелек, начиная от самых скромных пансионов, да, и апартаментов одна-двух звезд и достаточно хороших, достойных трехзвездочных отелей. Но отели работают на базе питания в основном либо завтраки, либо завтраки-ужины. В некоторых отелях можно переносить ужины на обеды. Редко встречается полный пансион, ну и уж еще реже все включено. Работают, конечно, есть отели уже, в общем-то, под наших туристов подстраиваются, которые любят все включено, но достаточно мало. Наташа, скажите, сколько стоит примерно такое удовольствие съездить в Испанию? Ну, испание предсказуемо, безусловно, когда они комфортно купаться, да, если это апрель-май и начало июня, если рассматривать, то цена, если за неделю при двухместном размещении на человека, если на завтраках, то где-то колеблется 25-30 тысяч рублей с человека. Ну, конечно же, в июле, в августе это будет дороже, да, то есть 30-35, да, то есть, может быть, так уже цена будет расти. Но в Испании непредсказуемо, как по сезонности цена, градация цены есть, да, точно так же бывают какие-то спецпредложения, и можно, допустим, в апартаменты, как я говорила, они обычно там одна-две звезды, да, то есть частные такие пансионы, апартаменты с кухней. На 10, например, ночей можно улететь там за 17 тысяч человек. Наташа, а что по поводу валюты, сколько примерно нужно брать денег с собой, чтобы там покушать, развлекаться и все остальное? По поводу покушать, если, допустим, туристы едут на завтраках или на завтраках-ужинах, у них отель, да, вот, то, ну, в среднем пообедать, у них есть, в Испании есть по принципу наших бизнес-ланчей, да, то там ценник, который тоже до 4 часов, ну, в общем, тот же самый принцип, который у нас тоже действует в ресторанах, да, в кафе, 8-10 евро – это минимум. То есть от 10 евро где-то это минимум покушать, ну, либо это фастфуд, либо это бизнес-ланч как таковой. Если же это, в принципе, нормальный, например, ужин в ресторане, ну, опять же, заведение, да, то есть разные бывают, и цена разная, но в среднем где-то 25 евро, там, с бокалом вина, да, допустим, паэлья, знаменитая испанская, стоит где-то порядка 14 евро, то есть, ну, и плюс там вино, да, ну, вот как-то так. Вот, по поводу того, сколько денег брать, в зависимости от того, как туристы будут активно посещать, допустим, экскурсии, да, там, шоппингом заниматься, в каких кафе-ресторанах питаться, ну, в среднем я бы, наверное, на неделю 700 евро точно рекомендовала бы, ну, так, чтобы вот, как бы, на экскурсию схватило, да, и покушать, и, может быть, чуть-чуть, типа, шоппинговать. Наташа, ну, поскольку мы заговорили о еде, расскажите, чем все-таки радует испанская кухня? Ну, национальная испанская кухня такое понятие абстрактное, потому что Испания очень большая, и кухня достаточно разнообразна, вот, но чем славна, ну, как я сказала, паэлья, это рис с морепродуктами, есть даже сейчас уже делают, ну, делают и миксы морепродукты с мясом, и просто с мясом, и с рыбой, ну, в общем, по-разному, но сам факт, что паэлья, это, это жареный рис с морепродуктами. Конечно же, хамон, это сыровяленая свинина, очень-очень вкусная, и туристы очень многие везут в подарок сюда. Конечно же, это гаспачо, это холодный суп. Из алкоголя в Испании наиболее популярна, конечно же, Сангрия, да, это фруктовое вино, и каталонские вина тоже очень популярны, да, одной из них, да, марка это Пинедес, ну, как правило, тоже туристы везут. Наташа, расскажите, какие основные достопримечательности можно посмотреть, находясь в Барселоне и на ее курортах? По достопримечательностям, там одно Барселона чего стоит, то есть Барселона – это музей просто под открытым небом. Во-первых, представлены архитектуры, начиная там и готика, и хай-тек, да, и модерн. Знаменитый шедевр просто Гауди – это многобашенный собор святого семейства, который в 1883 году начал строиться, до сих пор еще строится, то есть это просто потрясающее зрелище. Обязательно нужно посетить в Барселоне так называемый старый город, да, кварталы старого города, кафедральный собор в старом городе, музей Пикассо, конечно же, надо посетить в Барселоне, экспозиция которого занимают там пять зданий, поющие фонтаны, парк Гуэли. В Барселоне есть еще туристические поезда разных цветов, которые ездят по городу, останавливаются у основных известных достопримечательностей города. Можно приобрести на день или на два билетик, там 25-30 евро на человека, и, в общем-то, весь день, там, с 8 утра, по-моему, они катаются до вечера ездить. Конечно же, обязательно нужно посетить монастырь знаменитый Монсеррат. Очень удобно будет съездить на экскурсию туристам, которые выберут отдых в Коста-Брае, потому что Коста-Брае граничит с Францией. Посетить замок Каркасон, заехать в винодельню Франции, посмотреть Пиренеи, потому что очень красиво, прямо граница такая Испания и Франции разделена четко горами Пиренеи. Ну и, конечно же, из таких развлекательных нельзя не упомянуть об испанском фламенко. Это очень красиво, гитары, красивые девушки, которые танцуют такие зажигательные танцы. Обязательно сходите тоже на какой-нибудь ужин с фламиноко, то есть посмотрите. К теме кориды отменили кориду. Каталонцы очень долго выступали за отмену кориды непосредственно в Каталонии, потому что Барселона – это столица Каталонии. Кориду оставили в Мадриде. Нужно уточнить по сезонности, как она проходит. Вообще в сезон она идет каждое воскресенье в Мадриде. Наташа, ну расскажите, чем еще интересна Испания и что оттуда везут обычно? Ну, Испания интересна. Во-первых, кстати, я забыла упомянуть, что когда туристы будут заниматься шопингом, или менять деньги, или в банки обращаться, либо планировать где-то покушать, пообедать. Нужно помнить о том, что в Испании есть сиеста. То есть это древняя такая традиция – послеобеденный сон, обед и сон. То есть вообще четко где-то с 13 часов до 17 часов. То есть с часу дня вы можете никуда не попасть. Сама вот, кстати, в аэропорту задерживали рейс. Невозможно было ни в одном кафе поесть, потому что сиеста. Конечно же, Испания… Во-первых, испанцы, они сами по менталитету очень похожи с нами. Язык очень простой, не нужно ничего коверкать. Очень быстро, доступно, как на слух все воспринимается. Сам уже, в общем-то, начинаешь и читать, и понимать. Очень веселые, очень добродушные. Ну, Испания сама по себе яркая. Постоянно проводятся во всех даже курортных городочках какие-то там фестивали, какие-то праздники. Ну, самый такой крупный, кстати говоря, в конце августа, такой веселый, да, это праздник Томатино, фестиваль. Когда вообще все улочки окрашены яркими красными цветами. Ну, вот кто в конце августа вдруг будет планировать отдых в Испании, то, в общем-то, увидит, попадет на Томатино. Субтитры создавал DimaTorzok Везут вины испанские, конечно же. Кто ездит на юг Франции, вот смотрит замок Рокассон, да, конечно же, везут и французские вина. Везут хамон, везут сыры, везут изумруды, кстати говоря. Кто на что гораст. К теме вина. Испания, кстати, интересна еще вот тем, что очень популярна энотерапия, так называемая, да, это лечение вином. То есть есть очень много представлено отелей, да, которые, ну, или санаториев, да, по-нашему, в которых представлена очень обширная программа СПА-процедур. Основу процедур действительно это вино, ванны из вина, далее пилинги из виноградных косточек, ну, то есть все используют, все продукты, да, как виноградные, то есть это выжимки, вытяжки виноградные, да, и, в общем-то, и мускатные вина, именно мускатные почему-то. Наташа, ну, я понимаю, об Испании, как и о любой другой яркой стране, можно говорить часами просто, но, к сожалению, формат нашей программы не позволяет, поэтому спасибо вам за такой прекрасный краткий экскурс, вот, надеемся, что в следующий раз вы нас порадуете еще более интересным рассказом, вот, ну, а с вами, дорогие телезрители, я не прощаюсь, увидимся очень скоро на Волгоградском деловом телевидении. С вами была Олеся Швыченко, до свидания. Продолжение следует...